Даша вошла в столовую. Николай Иванович и приехавший третьего дня по срочной телеграмме из Самары Дмитрий Степанович замолчали. Придерживая подбородка белую шаль, Даша взглянула на красное с растрепленными волосами лицо отца, сидевшего, поджав ногу. Взглянула на перекосившегося с воспаленными веками Николая Ивановича. Даша тоже села у стола. За окном в синеватых сумерках стоял ясный узкий серп месяца. Дмитрий Степанович курил, сыпли пеплом на мохнатый жилет. Сидели долго, молча. Наконец Николай Иванович проговорил сдавленным голосом. Почему все оставили ее? Нельзя же так. Сиди, я пойду, ответила Даша, поднимаясь. Она уже не чувствовала ни боли во всем теле, ни усталости. Папочка, поди впрысни еще, сказала она, закрывая рот шалью. Дмитрий Степанович сильно сопнул носом и через плечо бросил догоревшую папиросу. Весь пол вокруг него был забросан окурками. Папочка, впрысни еще, я тебя умоляю. Тогда Николай Иванович раздраженно и тем же, точно театральным, голосом воскликнул. Не может она жить одной камфорой. Она умирает, Даша. Даша стремительно обернулась к нему. Ты не смеешь так говорить. Не смеешь. Она не умрет. Привет. Желтое лицо Николая Ивановича передернулось. Он обернулся к окну и тоже увидел прондительный тонкий серп месяца в синеватой пустыне. Какая тоска, сказал он, если она уйдет. Я не могу. Даша на цыпочках прошла по гостиной, еще раз взглянула на окна. За ними был ледяной вечный холод и проскользнула в каченую спальню, едва освещенную ночником. КОНЕЦ КОНЕЦ